Выход это что, только там разойтись или развод, или все равно можно как-то выстроить? Вы знаете, я очень не люблю категоричных вещей, да, потому что мы все очень разные, индивидуальные, и где-то есть большой потенциал к изменениям, и у супруга, и у супруги. Могу сказать одно, что если только один изменяется, он потом никогда не просит другому этого. Вы поняли? То есть, если только один пытается развиваться, к семье по-другому относиться, какие-то тонкости, какие-то, да, вот, женщины часто ходят на анти-тренинги, да, они учатся, там, и женственности, построить это самое. Это хорошо, но до определенного уровня, когда они свои самые грубые ошибки убрали, да, то есть, они действительно за них несут ответственность, а дальше они уже ведут себя более-менее нормально, а он поступает, говорит, иди ты, это ты, наверное, нормально, да, там, и где? Хас тебе бы что-то сделает. Женщина не просит. А потом она его перерастает. Она его перерастает. Желательно, чтобы это было обоюдное движение. Да, но чаще всего наши мужчины пропускают женщину вперед. Пойди, да, да. Игорь, может быть, да, это качественное исключение. И если у тебя там не сидят, то я потом, может быть, и подойду, если ты думаешь, что это нормальный человек, или тогда у нас пара нормальных психологов. Ну, вот, есть сейчас, сказать, случаи в нашей практике, что приходят первыми мужчинами, и потом, да, приходят вместе с женами. И это непростой, но вполне преодолимый путь. Ну, если с его стороны ничего, то тут, ну, как-то, да, если он... Ну, надо разобраться, почему ничего. Может быть, у него до сих пор представление о том, что психологи, это вот, тире-психиатры. Да, если ты пошел, значит, ты... Да, да. Почему? Потому что ты больной. Мужчина, какие представления? Ну, может быть, потому что в советском Суде не было кроме психитрии ничего. Если ты, я же психолог, а тебе психбольницу, значит. Что с тобой разговаривать? Ну, я же говорю, есть такая тенденция, но это еще уровень культуры человека, да, если он не разобрался, не читал. Спасибо.